Грузия отрезала Россию от поставок автомобилей. Запрет коснулся и транзитных авто из Армении. Эта страна стала одним из главных поставщиков машин по параллельному импорту. Как теперь поедет Ростоможка и куда покатятся цены в столичных автоцентрах? Как видите, нет ни одной машины, никого не пускают. За моей спиной тоже нет транзитных машин. Ещё недавно на этом погранпункте выстраивались очереди из иномарок, которые везли в Россию из Грузии. Но теперь такие авто здесь просто разворачивают. Грузия полностью перекрыла поставки автомобилей в нашу страну. Сейчас на границах абсолютно пусто. Все транзитные автомобили, которые заехали в Армению для Ростоможки, растаможились и хотят проехать транзитом в РФ через Грузию, сейчас сделать этого не могут. Грузинская сторона не пускает транзитом автомобилей через свою страну. Это касается абсолютно всех автомобилей, будь то гибрид, электрический, бензиновый, любых объёмов, размеров, типов. В Грузии объясняют такое решение европейскими и американскими санкциями, которые запрещают экспорт и реэкспорт произведённых на Западе машин в Россию. Сначала власти Грузии ограничили через свою страну поставки авто. Теперь решили не пускать и транзит из Армении. Все автомобили, которые на транзитных номерах, то есть когда делается реэкспорт в Армении, получаешь транзитные номера, вот эти автомобили не имеют права пересекать границу Грузии. Ты просто разворачиваешься и уезжаешь в Армению, и остаёшься с этой проблемой. То есть автомобиль ты купил, по сути, но не смог переехать. После ухода с нашего рынка европейских и американских автоконцернов, Грузия стала одним из основных каналов поставок машин по параллельному импорту. По данным грузинского издания «Бизнес-медиа», только за первые шесть месяцев этого года из Грузии в Россию экспортировали почти 4 тысячи машин. На общую сумму 53 миллиона долларов. В Армению ввозили ещё больше – 10 тысяч авто за полгода. Есть достаточно хороший морской путь в Грузию из Европы. По этому пути поступали автомобили и из Америки, и через Арабские Эмираты, и через Турцию. Вот Грузия граничит с Россией, поэтому путь достаточно простой. Но прежде чем попасть в Россию, машины заезжали в Армению, где их растамаживали, поскольку в Армении члены таможенного союза, и там существует общая с Россией растаможка. А потом они возвращали в Грузию и въезжали в Россию. В основном через Грузию в Россию, как говорят автоэксперты, ввозили наиболее популярные модели иномарок, в том числе электрокары и гибриды. Теперь, чтобы привезти европейские и американские авто в нашу страну, компаниям и частным перегонщикам придётся искать обходные пути. Но в целом на рынке автомобилей, по мнению дилеров, это не отразится. Какого-либо значимого эффекта для рынка России в целом этот канал не имел. Думаю, что это единица процентов всего-навсего. И в целом, если смотреть на параллельный импорт, он составляет не более 15% сейчас объёма рынка. На общем фоне, конечно, вот это решение абсолютно никак на рынок не повлияет. Ни на объёмы, ни на цены. А основной вклад, подчеркну, вносит, во-первых, курс валют, курсовая инфляция и повышение утили сбора. Эти два фактора – слабый рубль и введение повышенного сбора на ВОЗ, как уточняют эксперты, повлияют на стоимость машин больше, чем запрет грузинских властей на параллельный импорт. Завозить европейские и американские авто в Россию в основном будут, например, через Казахстан или Киргизию. Анна Макарова, Зинар Юсипова, Москва, 24.